В Ленинском районе регулярно проводятся рейды по выявлению незаконно установленных нестационарных торговых объектов или, как их называют в народе, палаток. Подобные постройки не только не имеют разрешительной документации и работают вне закона, их архитектурный облик не соответствует стандартам современных торговых точек. Так, в полосе отвода Каширского шоссе, ориентир 30-й километр, по направлению из Москвы недавно были обнаружены два таких на холстроя. В администрации выявлен объект был две недели назад. По результатам проверки определено, что объект воздвигнут самовольно, без каких-либо разрешений. Подготовлено соответствующее обращение в полицию, в государственный административно-технический надзор. Вот сегодня комиссионно мы здесь присутствуем. Объект не работал. Сегодня первый день, когда он открылся, начал функционировать. Поэтому мы принимаем меры к тому, чтобы объект этот был закрыт. На встречу был приглашен предприниматель, который воздвиг эти две торговые точки. Ему было указано на то, что подобные действия вне закона и в отношении хозяина будут предприняты меры административного воздействия. Помимо того, что сами объекты были построены без каких-либо документов, они еще и представляют реальную опасность для участников дорожного движения, так как размещены прямо у Каширского шоссе. Кроме того, на одном из объектов было выявлено незаконное размещение рекламы. На данном объекте мы видим, помимо самого объекта, который незаконно установлен, еще и рекламные конструкции, вдобавок к этому. Соответственно, комиссионно мы периодически отрабатываем такие объекты, составляются протоколы, о демонтаже выдается предписание, о демонтаже самого объекта, о демонтаже рекламных конструкций. Информация с рекламной конструкцией должна быть убрана в течение трех дней, а сами торговые палатки в течение месяца. И в данной части вопроса, как отмечают в администрации Ленинского района, все под контролем. Как правило, практически все люди идут навстречу, узаконивают объекты или в установленные сроки за свой счет сносят торговые точки. Практика показывает, что в будущем эти предприниматели уже в первую очередь уделяют внимание получению необходимой разрешительной документации. Продолжение следует...